Всем привет! Сегодня будет очень полезное видео для тех, у кого плохо заряжается телефон. Или если у вас реально медленно заряжается телефон. То есть расскажу вам, что делать, если ваш телефон реально изначально заряжался очень быстро. Ну, к примеру, в основном телефоны заряжаются полтора часа приблизительно. Некоторые больше, некоторые меньше, в зависимости от вашей зарядки. Но по истечению где-то приблизительно полгода у многих начинается проблема с тем, что телефон уже не полтора часа заряжается, а приблизительно 3-4-5 часов. В некоторых случаях телефон ставится на ночь на зарядку, вы просыпаетесь, а он даже до конца не зарядился. Или бывает такое, что где-то до процентов 50-60% зарядка нормально идет, а потом оставшиеся проценты может заряжать и 4, и 5 часов, и 6 часов. В общем, эти все проблемы, они схожие, и у каждого они разные. Я вам просто расскажу несколько способов, которые могут решить эту проблему без ремонта вашего телефона. Конечно же, это может быть проблема изначально с вашим зарядным устройством, или скорее всего, конечно же, и с вашим разъемом. Смотрите, сейчас практически на всех телефонах стоят разъемы USB Type-C. У кого разъемы еще старые, microUSB, miniUSB. Кстати, напишите в комментариях, у кого еще телефоны на этих разъемах старых. На старых разъемах эта проблема значительно больше, нежели на новых. Самое идеальное решение, это, конечно же, заменить полностью разъем вашего телефона. Это отдельный блочок, который стоит не так дорого, но нужно, конечно, будет заплатить за работу мастера, и поменять полностью ваш шнур зарядки. Но это, конечно же, если позволяют деньги и позволяют время. Чтобы все сделать самому, я вам покажу несколько советов. И плюс, если вы уверены в том, что ваш разъем работает так, как нужно, я вам покажу также настройки некоторые на телефоне, которые могут влиять на скорость зарядки. Итак, первое, за чего могут такие быть проблемы. Вот разъем USB Type-C. Если у вас какой-то другой разъем, это, в принципе, не имеет значения. Когда вы часто всовываете в разъем, то вы должны понимать, что это разъемные соединения. То есть, в любом случае происходит какой-то люфт. И со временем, по истечению какого-то времени, полгода, возможно, меньше, возможно, больше, этот люфт увеличивается. И плюс, вы идеально ровно можете не всовывать в этот разъем. То есть, где-то под углом чуть-чуть нагнули, пытаетесь всунуть. Где-то там вбок, в сторону. То есть, вот таким образом. Вот так вот. И из-за этого, конечно же, увеличивается вот этот люфт. И в основном страдает не только внутренняя часть. Вот видите, здесь там внутри есть такие соединения, как микроплата. И точно так же, вот здесь есть внутри штырек такой, который соединяется с вот этим. И вот эти все контакты, они стираются. Во-первых, накапливается пыль, которая стирается. И плюс, когда вы носите телефон в сумке, в кармане и так далее. Здесь же нет никакой защиты. Сюда забивается много мусора. Из-за этого контакты стают плохими. И, конечно же, когда на контакт плохо попадает вот это соединение, то оно уже не заряжает с такой скоростью, какой нужно. Самое первое, что нужно сделать в таком случае, это найти элементарно какую-то зубочистку как можно тоньше. Или можно спичку там что-то такое подстругать. Вот, наматывать элементарно на спичку или на зубочистку кусочек ватки как можно тоньше. Вот таким образом вмокаете вот эту часть в спирт. И вот здесь просто аккуратно проходите по всем вот этим зонам. То есть, чтобы разъем был реально чистый. То есть, как можно глубже, желательно, чтобы в самый конец это попало. То есть, это будет зависеть уже от тонкости вашей спички или тонкости вашей зубочистки. Забиваете ватку и вычищаете вот этот весь мусор, весь вот этот хлам. Спирт элементарно сразу же испаряется. И можно реально пробовать потом подключать ваше устройство. То есть, вы удивитесь, сколько там будет мусора. Если ватка, конечно же, плохо держится, то ничего страшного. Вы можете там ее подкрутить, достать, выковырять и тому подобное. То есть, не переживайте. Вначале чистите хорошо вот этот разъем. И потом пробуйте ставить обратно зарядку. Если же проблема не решается, то попытайтесь заменить сам шнур. И попробовать снова. Если же у вас нет шнура, то еще порекомендую. Бывает такое, что со временем вот этот штекер, который внутри, вот он посередине, он немного на изломе бывает. Он уже стоит не ровно, а на какую-то сторону, там влево или вправо, он немножко будет наклонен под углом. Берете элементарно иглу какую-то, ну крепкую иглу, можно цыганскую даже взять. И берете аккуратно, подгинаете в ту сторону, ну чтобы был он ровный. То есть, немножко вот так докладаете усилий и выгинаете в нужную сторону. После этого, опять же, пробуйте вставлять ваше зарядное устройство. В большинстве случаев этого вполне достаточно. Еще есть вариант, который мне тоже пользовался и который тоже неплохо помогает. Покупайте полностью новую зарядку, которая на магнитной основе. То есть, вы вставляете такой штекер сюда, который постоянно здесь стоит, вы его не вытаскиваете, а выходите с ним. Там такая кругленькая шайбочка будет немножко выпирать на пару миллиметров. Но самое главное, это решает проблему, то есть магнитная зарядка. Вы один раз вставили штекер и постоянно с ним ходите. И когда нужно, просто примагничиваетесь к вот этой основе, которая здесь стоит. Так у вас никогда не загрязняется внутри штекер, это очень хорошо. Ну и в принципе, это удобно. Если же все-таки вам это не помогло, сейчас покажу несколько важных настроек. Элементарных важных настроек, которые могут влиять на скорость зарядки вашего телефона. Смотрите, что нужно перепроверить. Ваш телефон находится под какой-то операционной системой. В основном, конечно же, это Android. И вот как раз-таки система Android может сжирать очень много ваших ресурсов батареи. Это зависит от того, сколько у вас установлено в ваших приложении и сколько у вас свободной памяти. Что нам нужно сделать? Нужно найти ваш Google Play Market. Скачивать мы ничего не будем, но мы зайдем в определенные настройки. С правой стороны наша аватарка. Нажимаем на нее. Вот здесь внизу нужно нажать на справка «Отзыв». И вот здесь «Как удалять приложение с устройства Android». Дальше ищем вот такую строчку, которая называется «Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений». Если у вас стоит темная тема, переходите временно на светлую, потому что вам будет выбивать ошибку. Заходим сюда. Запускаются все ваши приложения. Вот здесь будет кнопка «Еще». Нажимаем сюда. И нажимаем «Показать системные процессы». И вот здесь ищем важную настройку, важное приложение, которое так и называется «Система Android». Вот она. Заходим на нее. Посоветую сразу же очистить хранилище и кэш. Если что-то есть, очищаем. Если нет, в принципе, можете не очищать. Если горит кнопка «Отчистить хранилище», тоже очищаете. Возвращаемся назад. И вот здесь есть питание и производительность. Обратите внимание, я зашел, у меня стоит ограничено. Я уже в многих роликах это показывал, что если вы хотите реально экономить ваш заряд, то ставьте «Ограничено». Во всех телефонах по умолчанию стоит с оптимизацией. Ну, по крайней мере, я сколько имею дело с телефонами, постоянно стоит с оптимизацией. Если у вас даже стоит без ограничений, это вообще просто ужасно. Это очень большой расход батареи. Но с оптимизацией эта картина тоже не лучшая. Вот здесь, когда вы ставите «Ограничено», то когда приложения находятся в фоновом режиме, а это когда они не задействованы, не работают, когда телефон у вас просто лежит на столе, бездействует, то как раз таки отключаются все фоновые работы, все фоновые процессы этого приложения. И это так и должно быть. И вы снизите уже намного ваш расход батареи. То есть, из-за чего ваша батарея реально может плохо заряжаться? Из-за того, что она не успевает восполнять вот эти миллиамперы часов своей зарядкой. То есть, телефон в итоге или быстрее разряжается, чем заряжается, или просто из-за того, что запущено очень много процессов, очень много приложений работает, которых вы даже не видите. То, заместо того, чтобы заряжаться полтора часа, он заряжается 4, 5 или 6 часов. Это тоже реально влияет на все вот это. Теперь дальше показываю еще несколько настроек, которые нужно перепроверить и отключить. Находите у себя стандартные настройки. Вот зашли и воспользуйтесь просто поиском. Вот здесь заходите и пишите вот здесь слово «Автозапуск», либо можно не полностью вот нажать, написать. «Автозапуск» в фоновом режиме может просто называться «Автозапуск». Вот заходите сюда и проверяйте. Вот каждое приложение, которое вы скачали с Google Play Market, оно все попадает в «Автозапуск». И все вот здесь, вот все вот эти приложения, там 100, 200, 300 приложений, они могут работать на постоянной основе. То есть, постоянно подключены к интернету, постоянно что-то себе обновлять, закачивать и так далее. Хотя вы ними не пользуетесь ежедневно. Это тоже очень сильно большой разряд. Вот чем больше у вас таких приложений включено вот таким образом, тем быстрее садится ваша батарея. В общем, подключайте все ненужные приложения. Можете практически все вообще отключить. Там оставьте парочку приложений, с которыми вы часто взаимодействуете, часто их открываете. И все. Дальше еще важная настройка, которая очень сильно разряжает батарею. Заходим в наши стандартные настройки и вот здесь ищем местоположение. Можете найти по вот такому значку. Зашли сюда. Вот здесь заходим в геолокацию. И среди вот этого меню выбираете «Поиск сетей Wi-Fi». Здесь, если вы почитаете, то здесь разрешено приложениями сервиса искать сети Wi-Fi, даже когда Wi-Fi отключен. Вы сами понимаете, когда ваш Bluetooth включен, когда GPS включен, либо Wi-Fi постоянно он включен, у вас идет больший разряд батареи. И при том, что, допустим, Wi-Fi ваш не работает, Bluetooth ваш не работает, не включенный, то он работает в скрытом режиме постоянно 24 часа на 7. Вы сами должны понимать, что вокруг куча Wi-Fi точек, куча разных заведений с Wi-Fi. У каждого телефон с Wi-Fi. И ваш телефон постоянно ищет все вот эти точки. Хотя этого вам абсолютно не нужно. В общем, вот эту функцию мы отключаем. И точно так же ниже, вот здесь есть «Поиск Bluetooth устройств». Тут здесь точно так же написано, что Bluetooth работает, когда он даже отключенный. Вот здесь, смотрите, делаю свайп вниз. И смотрите, Bluetooth отключенный. Но вот здесь он включенный. И точно так же ищет все вокруг. А сейчас много кто подключенный к разным браслетам, к разным беспроводным часам по Bluetooth. Подключенный к беспроводным наушникам. И все вот эти Bluetooth соединения, они опять же ищутся. Беспрерывно ищутся. В общем, отключаем. Вот это тоже. Вот это три важные настройки, которые нужно перепроверить. В первую очередь, если у вас плохо стал заряжаться телефон.